Судом установлено, что подсудимые и тройные установленные следственные лица совершили вашу газное место в составе группы лиц без предварительного сбора. При этом самоисполнительство имело место в ситуации, когда Зубрихи начал совершать преступление в отношении Измайлова, а Пресняков, Филатов и неустановленные лица присоединились к нему, после чего все без исключения совершили преступление в отношении Возз relationships. Таким образом, подсудимые совершили преступление в составе группы лиц без предварительного разговора, что является в соответствии с пунктом В. ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством отягчающего наказания. Подсудимый Филатов раненый судим совершил преступление, относительно к категории преступления небольшой утяжки, на учете у нарколога и псиатр не стоит, характеризуется удовлетворительно. Обстоятельством отягчающим уголовный ответств Филатову суд обновит совершение преступления в составе группы лиц. Обстоятельства отягчающей комнаты с Филатовой мировым судебным установлены. Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, личность подсудимого Филатова мировой судья приходит к убеждению о необходимости назначения наказания Филатова по каждому преступлению в виде ограничения свободы. Подсудимый Пресняков раненый судим совершил преступление, относительно к категории преступления небольшой утяжки, на учете у нарколога и психиатр не стоит, по месту жительства и работы характеризуется положительным. К обстоятельствам отягчающих уголовный ответств Филатову суд обновит совершение преступления в составе группы лиц. Обстоятельства, смягчающих уголовный ответств Филатовым мировым судебным установленным. Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, личность подсудимого Филатовым мирового судеба приходит к убеждению о необходимости назначения наказания Филатового по каждому преступлению в виде ограничения свободы. Подсудимый Зубрихин и судимый совершил преступление, относительно к категории преступления небольшой утяжки, на учете у нарколога и психиатр не стоит. характеризуется утверждением частично признаться в его вину. Обстоятельства смягчающего уголовного ответа Зубрихина в составе группы лиц, обстоятельствами смягчающими уголовное ответственность Зубрихина является несовершеннолетний возраст по судебным и помнить БАЧ-11, 161, КРФ, на момент совершения преступления, а также частичное признание вины по преступлению в отношении потерпевшего Измайла. Учитывая обстоятельства совершенных преступлений личность по судебным Зубрихина, нервноество приходит к убеждению о необходимости назначения наказания Зубрихина по каждому преступлению в виде ограничения свободного. Основания для применения ст. 64 уголовных курсов эксплуатации к посудимым суд не усматривают. В соответствии с 6 ст. 132 ВПКР, процессуальные издержки возмещаются за счет средств в федеральном бюджете в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частичную подкладку процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на изделении осужденного. При рассмотрении дела Филата Преснякова Зубрихина просили суд о соболении тех отоплаты процессуальных издержек. Так, Филата в суду пояснил, что официально не трудоустроен, является студентом Самарского технико-городского хозяйства и строительных технологий, имеет непостоянный источник заработка, проживает с матерью, которая не работает, дополнительных источников дохода не имеет, фактически является единственным кормительством в семье. Преснякова в суду пояснил, что проживает с матерью, которая находится на его ужделении, дополнительных источников дохода не имеет. Зубрихин пояснил, что проживает с матерью-батерью и сестру, и фактически в настоящее время является единственным кормительским семьяком, там является студентом Самарского вымышленного строительного колледжа. Суд считает, что в данном случае основания для освоения Филатова-Постякова Зубрихина от выплаты процессуальных издержек администрации гражданские ископодилы не заявлены. На основании изложены рост статьями 303-309, 316-322, 322-323 уголовно-процессуального кода с РФ на Россудея приговорил Филатова Илью Вячеславовича признать виновным в совершении преступления просмотра пунктом А, ч. 2, ст. 116, пунктом А, ч. 2, ст. 115, уголовного кода с РФ на назначенном наказании в пункту А, ч. 2, ст. 116, уголовного кода с РФ в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. По пункту А, ч. 2, ст. 115, уголовного кода с РФ в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. В соответствии с частью 2, ст. 69, уголовного кода с РФ по совокупности преступления и окончательно назначить наказание Филатову Илье Вячеславовичу в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев. На основной части 1 статьи 53 УК РФ установить Филатову Илье Вячеславовичу следующее ограничение. Не уходить из места постоянного проживания и пребывания в период с 22 до 6 часов ежедневно. Не посещать места, где возможно распитие спиртных напитков. Не посещать увеселительные учреждения и места проведения массовых мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях. Не изменить место жительства или пребывания, место работы и учебы. Не выезжать за пределы города Самары без согласия специализирования государственного органа, осуществляющего надзор за отбывание осужденного наказания в виде ограничения свободы. Возложить на Филатову Илью Вячеславовичу обязанность в период отбытия назначенного наказания не реже трех раз в месяц является на регистрацию в указанных государственным органам. Меру пресечения по настоящему делу Филатову в виде подписки о невыезде и надлежащих поведения не оставить без изменений за вступление приговоров к закону силу, после чего отменить. Преснякову Алексею Сергеевичу признать виновным в совершении преступления по согласия пункта МАА ч.221-16, пункта МАА Ч.221-15 Уголовный ег собственность и учебнив на занятие надзора свободу срока на 1 год и 10 месяцев. На основании части 1 ст. 53 УК РФ установить по Синкову Алексею Сергеевичу следующее ограничение. Не уходить из места постоянного проживания, пребывания, период с 22 часов до 6 часов ежедневных. Не посещать места, где возможно распитие спиртных напитков. Не посещать увеселительные учреждения, места проведения массовых мероприятий. Не участвовать в указанных мероприятиях. Не изменять место жительства или пребывания, место учебы. Не выезжать за пределы города Самары без согласования специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбытием осужденного наказания в виде ограничения свободы. Возложено Простенкова Алексея Сергеевича обязанность в период отбывания. Отбытие назначенного наказания не реже трех раз в месяц является на регистрацию указанным государственным органом. Меру посещения по отношению к делу Простенкова в виде подписки о невыезде и надлежащих поведения оставить без изменения, доступления, приговор в законную силу, после чего отменить. Возложено Простенкова Алексеевича Зубрихина Дмитрия Малхазовича признать виновным в совершении преступления пресмог пунктом А, части 2, ст. 116, пунктом А, ч. 2, ст. 115 УК РФ назначением наказания. По пункту А, ч. 2, ст. 116 УК РФ в виде ограничения свободы сроками на 1 год и 2 месяца. По пункту А, ч. 2, ст. 115 УК РФ в виде ограничения свободы сроками на 1 год и 4 месяца. В соответствии с частью 2 статьи 69 уголовного государственного федерации по согласному преступлению окончательно назначено наказание Зубрихина Дмитрия Малхазовича в виде ограничения свободного срока на 1 год и 8 месяцев. На основании части 1 статьи 53 УКРФ установить Зубрихина Дмитрия Малхазовича следующее ограничение. Не уходить из места постоянного проживания и пребывания в период с 22 часов до 6 часов вечера, ежедневно не посещать места, где возможно распить спиртных напитков, не посещать увеселительные учреждения, места проведения массовых мероприятий, не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место учебы, не уезжать за пределы города Самара без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего назор за отбытием осужденным наказанием в виде ограничения свободного срока на 1 год и 8 месяцев. Возвращение Зубрихина Дмитрия Малхазовича обязанность в период отбытия назначенного наказания лишь в 3 раз в месяц является на регистрацию в указанном государственном органе. Меру пресечения Зубрихина Дмитрия Малхазовича обязанности в виде подписки о невыезде и належащем поведении оставить без заменения, в доступлении приговора законной силы, после чего его отменить. Присаживайтесь. Судимый, отстаньте. Приговор понятен? Да. Порядок судья и аджуран понятен? Да.